конечно ну подождите я скажу александр непонятно будет откуда взялся мы находимся в гостях клубе город таганрог у александр медвеницкого и вообще в этом прекрасном месте сегодня мы собрались по случаю 8 марта потому что как сговорил джегора кана хотите увидеть истинный дзюдо посмотрите на женщину александр на меня показываешь истинно я конечно благодарен уже не первый раз грома у меня в гостях вот я всем конечно благодарен спасибо все хорошо я думаю не первый раз встречаемся желаю вам всего лучшего вашей поездки всего хорошо вам все благоприятствовало все везде у всех городах все было хорошо ну наверно так как-то это план подняли так всего самого лучшего и вам девчонки и вы старайтесь помогайте ну что с восьмым марта андрей серёжа серёжа и если сюда так серёж есть крепкая есть некрепкая как решишься а у кого-то двойные тарелки ни у кого не двойные тарелки вот они две все а у него нет вот я нему кого-нибудь вот мальчик бери мы пока идем я хочу тоже задать вопросы к одной я обычно задаю лук лук передаем наши вообще у нас не просто беседы мы вот месяца 8 назад на 7 такую вот начали рубрику разговоры о боевых искусствах и жизни и обсуждаем разные темы задаем разные вопросы пытаются найти некоторые ответы и свои рассуждения а так как с вами мы встречаемся не так прямо часто поэтому вот хотелось бы услышать от вас ваше мнение или ваше определение лично ваше определение дзюдо что же это все таки такое за чудо дзюдо рыбакит ладно так ну кто да я могу тебе хоть ночью хоть днём скажите пожалуйста александр ваше определение дзюдо это самое главное во вторых поскольку я его люблю я хочу его изучать я изучал его и когда мне было 20 лет и 30 потом немножко нет да вот но сейчас я поскольку вот это все имеется у меня я хочу дать этому вот это все в развитии дзюдо чтобы допустим те кто ходит заниматься сюда чтобы они понимали да здесь как в школе учат там сначала математику и здесь учат дзюдо какое бы оно ни было сложное трудное здесь учат дзюдо и я отношусь к этому нормально и хочу чтобы и тренера меня в этом понимали и я так вижу что в принципе все идет нормально вот и мы придем все таки к такому понятию что мы будем понимать что дзюдо однозначно вот такое не путали его не путали его ни с чем другим ни с какой-то другой борьбой ни с какой-то вот такое дзюдо оно есть вот такие есть правила по дзюдо и многие говорят что там дзюдо самбо вольная борьба уже все смешалось в одну кучу да ну много разных понятий в этих двух хотя бы самбо и дзюдо много разных этих понятий и там твердый татами мягкий ковер и куртки и прочее и правила судейства и раз мягкий ковер значит и в принципе самбисты они делают такие же более вялое можно сказать не вялое более силовые приемы дзюдо я хочу чтобы это было концерт я поскольку доходи доходи ключ давай поскольку это я еще в начальном этапе буду стараться чтобы это все было всем понятно что мы изучаем если это кому понятно андрей и садись сюда тарелка здесь есть некий некий сухой паек я не хочу высокомерно сейчас говорить о каком-то там катакане так хорошо вы так сказать сейчас это была такая поэма целая а если так вот кратко определение дзюдо это вот для вас ваше определение вот вот кратко ну типа как существительная эта часть речи отвечаешь на вопрос кто кто и так далее вот дзюдо для вас что ну вот скажу так через дзюдо можно немножко какие-то жизненные свои направления поставить то есть я вижу что такое дзюдо дзюдо вот в основном броски основаны на том что вот я прилагаю силу к его движению так же и в жизни везде если я чем-то занимаюсь я выхожу из положения с какого-то на основе своих каких-то там принципов то есть прилагаю свои усилия дзюдо иными словами дзюдо это инструмент с помощью которого вы выстраиваете наиболее эффективным способом свою жизнь Кулгин сказал определение такое долго тоже думал что такое дзюдо услышал и лично он сказал это баланс в жизни в спорте баланс в теле баланс в организме баланс в душе я как услышал когда он это сказал это действительно это слово которое вы подходит к вам понравился да именно одним словом можно заменить это все в духовной жизни баланс в физическом состоянии смотрите так хорошо прошу прощения отвлекаю вас от ужина а что для вас дзюдо ваше вот определение нет подождите да мы подождем подождут вы задаете вопрос что для вас дзюдо это можно говорить с разных сторон именно мы говорим дзюдо есть спортивное то есть направление дзюдо ну то есть соревновательный процесс дзюдо есть где дети получают физическое развитие которые просто занимаются для себя чтобы быть как бы развивать свой организм правильно и укреплять его и все остальное просто в дзюдо есть много направлений если мы касаемся спортивного направления и ну допустим я считаю это что есть дети которые не каждый ребенок но есть дети которые хотят бороться и заниматься спортом выигрывать и побеждать а есть дети для меня я его тоже изучаю 12 лет уже дзюдо так как у меня сын занимается дзюдо ну для него это жизнь сейчас стало он это любит вот и хочет стать действительно спортивным борцом ну то есть спортсмена профессионально именно профессиональным спортсменом дзюдо так и обобщая и вот если мы скажем вот моё дзюдо это сейчас как бы я живу это моя жизнь потому что это через дзюдо я общаюсь с детьми которые находятся которые я передаю им знания развиваю свои знания потому что не стою на месте и каждому ребенку которому я вижу если он у него есть какие-то спортивные данные задатки я пожалуйста развивайся в сторону а другой говорит а я хочу душевно развиваться ну просто как бы знать о дзюдо кто его создал для чего ну и все остальное ну так как я вижу это лично мое ну и продолжая наш диалог по поводу что же такое дзюдо мы переходим к самому дзюдо чтобы само дзюдо сказал что же такое дзюдо вид спорта все просто кстати вот вид спорта кстати я когда спросил у александра ашкинази такой известный тренер был который и есть который в израиле живет да тренирует вот токсин токсинский тренер а потом и ехал в израиле он только на меня посмотрел дзюдо борьба ну просто борьба просто берешь и борешься и он соснул больше с голодом ничего больше я бы ну а там не не никакой философии борьба то есть его его определением все хорошо вот значит вот этим и прекрасно дзюдо что нельзя сказать что два плюс два это 4 и каждый видит это по-разному иными словами дзюдо это жизнь и потому что она у каждого у нас индивидуально а как же тогда когда у меня возникает вопрос что дзюдо она разная также как и жизнь каким образом тогда вообще не понимаю это до чего и вообще чем я занимаюсь ты блогер я тебе напоминаю сейчас я не блогер я это записываю не для того чтобы блогер это не то понятно ты не путай с блогерством смотрите если есть математики формула и мы знаем что это вот уже аксиома то есть получается дзюдо это не аксиома нельзя дать четкого определения правильно 2 плюс 2 равно 4 это аксиома все триндец вот как есть так и есть и нечего тут даже изучать а дзюдо это не аксиома я что-то запутался вообще чего-то когда делал вообще человек пытаясь кому-то учить я учу их людей своей жизни а если дзюдо это индивидуальная жизнь каждого тогда как тогда у меня уже уже сказал 2 плюс 2 может равняться 5 если взять за условие что нужно делить на ноль изменить какую-то часть вот это интересно кстати нет вопрос как-то задали искали вот роман не любят соревнования я не помню может быть его он что-то просто а я говорю не я не отказывается от соревнований но ну я я просто к чему хочу сказать сказать что соревнования все-таки они есть объективность не ну это понятно ну вот например я вас клюбил вот ко мне ходит один ребенок заниматься да и он на соревнования я ему говорю и не на соревнования так попрошу а он говорит не хочу я дзюдо занимаюсь я просто люблю мне нравится вот передвижение простые ну ему не нравится сам соревновательный процесс он видит это по-другому но подождите но бороться же можно и без соревнований правильно вот знаете есть рандоль рандоль и как бы пожалуйста борись хоть целыми днями в зале там выходи и борись хочет медали а медаль тогда получается немножко не то потому что когда медаль ну как то получается если если мы используем дзюдо как вот в том понимании как допустим трактовал не знаю насколько тогда зачем везде позиционируют вот знаете кана кстати хочу сразу сказать вам если вам будет интересно мы вместе с одним известным исследователем дзюдо и вообще боевых искусств готовим сейчас курс лекций смотрите какой интересная вещь какая интересная вещь а есть такой если исследователи ученые в области боевых искусств он доктор исторического кандидата исторических наук но я думаю что без пяти минут доктор изучает он доцент кафедры сейчас я скажу как он в общем доцент кафедры институт стран азии африки мгл ломоносова кафедра истории культуры японии ну в совершенстве владеет японским и китайским алексей горбылев мы с ним готовим сейчас курс лекций у него обширные материалы переводов личных дневников канаде город создатели школы кодакан дзюдо которые сегодня позиционируются как у современные дзюдо вот какая будет лекция идейные основы кодакан дзюдо канаде город идейные основы на чем вообще держится все кодакан дзюдо а значит если сегодняшний дзюдо если мы зайдем на сайт IGF что мы увидим кодакан дзюдо правильно что как бы IGF это и есть последователи кодакан дзюдо но там идет полностью противоречие потому что вот речь пойдет об истории развития и содержания фундаментальных принципов кодакан дзюдо как системы самосовершенствования наилучшее использование энергии и совместное процветание я недавно историю читал наоборот за развитие дзюдо что он занялся им еще прошел такой период в Японии когда самураи уже запретили и пошло вырождаться вообще у них все это то есть это у них подъем был как возрождение национального боевого искусства и вот он как бы на фоне этого на этой волны начал возрождать и собирать дзюдо собирать вот старые приемы старых школ выбирать из них вот систему свою составлять то есть на фоне национального такого возрождения ну вообще чтобы разобраться конечно что такое дзюдо надо поглубже ну узнать вообще вот наверное мне кажется я я пришлю ссылку Александр Ильичу на эту лекцию которая будет я думаю что это будет интересно послушать такие такие архивные документы вот сейчас может нам ближе будет знаешь что разник принцип существования Кадакан это отдельное какое-то направление их традиционного дзюдо ну Кадакан дзюдо не имеет никакого отношения даже к федерации дзюдо Японии ну это понятно это понятно это значит что у них свое традиционное дзюдо нет у них дзюдо который заложил вот идеями все основаны на идеях дзюгора Кадакан ну я тебе за это говорил так же да то есть там ученики как я слышал и живут и занимаются дзюдо учатся там там сейчас он называется целый он называется это последняя информация у меня это называется научно-исследовательский институт да Кадакан дзюдо то есть это не спортивная школа олимпийского резерва или там училища ну вот люди ездили совсем другое вообще даже не пускают на у них уровне только на первом уровне где борцовский зал вот там где камеры стоят он с Волгарада я с тренерами разговаривал а они только оттуда приехали они говорят там на эти уровни даже вообще не пускают никого ну невозможно конечно на те уровни попасть вообще я так понимаю что даже на уровне эти как это по типу я как-то прочитал в одной есть пятикнижие Моисеева кажется и там есть такая я прочитал недавно такую вещь что есть такие ну такие знания которые невозможно вот допустим передать вот так то есть нужно найти только одного проводника который сможет потом передать эти знания то есть не все знания доступны сегодня всем нам мы можем открыть как в детстве да книжку там какую-нибудь там война и мир прочитать там в пять лет но мы нифига не поймем я с вами согласен в каком плане потому что даже обращая внимание вот когда боролись маруяма и абы они боролись 30 минут обращая обращали внимание на дыхание маруяма он практически рот не открывал 30 минут человек борется это о чем может говорить это может говорить или о каких-то методах применяемых к развитию легких объема легких или что-то или фарма цептика у них уже или фармакология уже выросла до такой степени что мы за ней не подскрываем ну в случае соревновательное дзюдо да я за соревновательное потому что он практически не открывает рта человек борется 30 минут все обратили на это внимание об этом сказал еще восемь шестом году у них есть какие-то секреты смотрите это я вам скажу что сказал известный штангист вас юрий вас вот он недавно скончался я посмотрел его выступление восстанки на 86 год выступал на публике уже так давно не штангист он писателем же стал ему задают вопрос по поводу тоже большого спорта ну вы знаете что тяжело атлетику тоже спорт не из легких вот и он сказал так что до 65 года тяжело атлетика была чистым и вообще весь спорт был чистым но начиная 68 года чистого спорта нет с каждым годом вы можете заметить что любые результаты и в легкой атлетике и велоспорте и в любых видов спорта в том числе и тяжело атлетики они возрастают просто в геометрической прогрессии если до 65 до 68 года все тренерские коллективы боролись соревновательная у них деятельность была между собой в методике преподавания то сегодня то есть 68 года никто уже не занимался методикой преподавания все занимались методикой фармакологии и появилась два вида фармакологии первый фармакология это которая развивает мышечную силу а вторая фармакология где-то который восстанавливали организм то есть восстановительная фармакология и развивающая мышечную силу потому что сегодняшние нагрузки которые даются на человека в большом спорте они не мыслим поэтому и процесс восстановление должен быть молниеносным то есть если раньше выдавали вот поэтому сегодня все победы только с помощью фармакологии только победы сейчас доля в секунду то что то что находит какой-то допинг как час вода с ним начинает бороться фармакология опять находит другой путь опять сделать допинг вот и все методики преподавания не изменились изменяется только в методике фармакологически такие результаты бишь поэтому как говорится мараяма он даже не дышал не дышал не у него техника поставлена методика еще 1900 на из-за этого 28 а за дыхание это конечно как можно потом сто процентов после этих поединков их поставили на что наличие на лечении капельницы прокапывание так далее восстановительные процедуры потому что никак не возможно мы сейчас знаем что про чинами голос пор что это такое что ей там жир до италии и так далее проехал гонку его сразу в автобус что в автобусе два часа капельницы препараты такие мощнейшие потому что если ему не сделать он умрет и это всем известно это бешеный спорт но бешеный спорт любой сейчас поэтому потом мы что смотрим возьмем я вот недавно читал олимпийский чемпион двухкратный трехкрат трехкратный был болгарин потом за турцию выступал я про него прочитал 45 лет скончался от чего цирос и так далее то есть почему это все происходит что происходит хотя не употреблял как бы все происходит потому что фабрикология она же дает отпечаток на все внутренние органы там же все это поэтому мы можем научить ребенка хорошо банк выполнять технику приемов до определенного уровня он будет хорошо выступать но как только он переходит рубеж так называемого большого спорта но это касается наверно так уже молодежной сборной где-то в эту в эту вот на 16 где-то 16 лет вот где-то вот в этот возраст да где где 17 18 там уже включается фармакология если фармакологию не включаешь получаешь травм делать там ничего а почему травму получают восстановление не происходит конечно перестает я посылал перестал пить восстановительные эти самые да все а тренировки по четыре часа ну конечно травм теперь встает вопрос как вот мы сегодня приехали мы сегодня приехали с вопросом каким так называемая экология вот лапки я называю это здоровье сберегающей технологии как можно продвигать или заниматься дзюдо всю свою жизнь конечно когда мы на таком уровне находимся когда когда суперсвет нагрузки и когда человек заканчивает большой спорт вы конечно он не хочет вернуться он не хочет продолжать заниматься потому что у него организм настолько истощен вот этими мне кажется перед мы вот любой возьмем любого большого спортсмена который бы продолжал практиковать я но практиковать дзюдо в таком понимании мы не берем японцев японцев изначально заложены их там кота и так далее то есть он дает ну вот возьмем допустим тоже европейских или других никто не идет судов у меня был марку цинга известные там голландский он занимается совсем другими да он приезжает мастер-классы преподает дзюдо но он занимается другими вещами тот же волю бишь вы еще другие они могут прийти что-то сделать но как таковое дзюдо которые они они уже не хотят как я вообще не понимаю тогда зачем зачем такие перенапряжения для организма зачем ради чего вот к она говорил всеобщее процветание процветание означает здоровье чеку черный я согласен с вами сто процентов но как если только так черный знаешь как не крепкий заточен вот я рассказал разговаривал со своим учителем период цепочки известный деятель в области самбо он пришел вообще в самбо 18 лет но до этого был очень ну опять таки видите он пришел в самбо в то время когда еще не было в фармакологии и все его спортивные большие результаты были как раз таки до того момента пока не началась фармакологи когда началась фармакология он уже как бы шестьдесят восьмом году он завязал уже со спортивной деятельностью а как вы говорите а как если он хочет а кто этому способствует что ребенок хочет быть спортсменом среда или кто почему вдруг у него возникло такое же у ребенка возникает желание быть чемпионом он движется он изучает технику он физически готов он выходит на соревнования против него выходит на соревнования человек который также 3 у него просто не выйдет выживаете четыре часа в день тренировки его надо принимать кучу препаратов для того чтобы они ему а укрепляли физически как называемые такие четыре часа утренируется и плюс восстановительный препарат все равно нужны эти фармакологические средства но мы же все понимаем с вами прекрасно что любая фармакологии вредна для организма как бы не сейчас не такая фармакология он прям так просто восстанавливающий быца там все же много они все это сбора врачи прописано это пока вот если мы говорим допустим как бедна возрастная категория вашего сына до 18 лет это пока вот такая может быть незначительная но как только переходит в более там же нагрузки каждый раз увеличиваются и фармакологии увеличивается дело в том что я вам хочу сказать если так раз это честно сказать а вы думаете космонавты это здоровье вот кто вкус нет ни здоровья не здоровья я них много читал и это больнее людям потому что там и облучение и все остальное но тоже тогда не они любят это дело а вы думаете в других родах войск в ракетных тоже облучение а люди хотят быть военными нравится быть военными если так рассуждать туда и надо сидеть дома и ничем не заниматься почему почему по-таброму есть своя мотивация мотивация военных близочка квартира зарплаты зарплаты сертификаты милиции свои интересные не попал в спорте что нет зарплаты хорошие неправильно все спорт за качество я на 24 лет боролся и эту стипендию спортивную которую я получал мне не хватало и уже в 23 женился семья все стал вопрос работа или спорт жизнь и жизнь да и тут уже выбирать надо вот надо поелась квартира уже коммуна раньше же в и никаких расходов не было что-то еды нет пошел студентов потрусил еда есть спортивного общежития они все видят до команда приехал игольников а у него зарплата 300 тысяч одет обувь сертификат стал чемпиона мира и сертификат по квартиру а ему лет то сколько а ему игольников квартир сертификат краснодарский край милю сразу двушку купили а что для молодого парня если у него ничего не видите как а сейчас по этой жизни чем заниматься молодежь вот с другой стороны таком роде еще не поздно и там вот есть только евгений вышенков интервью дает про бандитский петербург и он рассказывает как зарождалось это бандитское движение петербурге тема я был сборная сборник рсфср по моему по футболу я майку носил рсфср мы итальянцы советской власти были я в школе почти не учился мне там учитель по русскому языку двойку поставил я подхожу к учительской открываю дверь и слышу как директор школы учитывает учителя по русскому языку двойку поставил ты понимаешь у него экзамен так он экзамен не сдаст не тебе и не мне решать какая у него будет оценка по русскому языку страна была заинтересована чтобы спортсмены спасибо чтобы спортсмены не отвлекали у тебя без сахара она наоборот а у вас сахара тогда мы сейчас добрались все нормально не вам или мне и он говорит я школу закончил меня в армию отправили там не помню куда где-то что-то он или в аван служил или но причем такой что-то не на боевые он ходил с армии он пришел его устроили в Питере какой-то этот на журналистов он учился плюс после этого он там милиционером пошел а потом же когда эти времена бандитские воротчиком он был вышибалок государство было заинтересовано в своих спортсменах государство им сейчас сейчас нельзя добиться чтобы вот ребенка отпустили член сборной ростовской области его не отпускают в школе нам все равно что у тебя там на соревнованиях нам все равно они приходят сюда я когда это слышу они начинают рассказывать а на школу не пускают а мне все равно что у тебя в школе приди в свою школу и скажи так тренеру все равно что у вас тут занятия там дополнительные какие-то есть определенный порядок занятий не надо детей нагружать личных членов все равно не учитесь чем у нас я считаю что с образованием настолько испоганилось что детям просто мозги засидают я просто хочу сказать раньше же этого не было сейчас же спорт мы же и деньги приносим спорт это бизнес дело в том что не только бизнес но я имею ввиду